Партизанская походная опера. Действие происходит во времена Гражданской войны. Партии белогвардейцев написаны в додекафонной технике. Партизанская походная опера. Мы в новой тропе с собой. Донеси я с эскадроном шестьдесят клинков. Занял без боя деревню Туманова. Партизанский отряд красных под командой шахтера Дубова. Пока не обнаружен. Ищу оружие, веду обыск, допрос. Про разведку все можешь идти. Что за шум? Народ для допроса пригнали. Ваше благородие. Давай по очереди. Нам донесли, что в вашей деревне есть оружие, которое вы прячете, чтобы передать партизанскому отряду Туманова. Отвечай, где спрятаны винтовки, пулеметы, бомбы. Я с тобой поговорю шомполами вахромеев. Запри этого мужика в церковь. Отвечай, где спрятаны винтовки, пулеметы, бомбы. Бомбы-то у меня нет, батюшка, в той катушке, что под Лейской огурцем было сольно. А в другой капусту ты б я наказал, батюшка. Такой солдат не почелуй. Давай в огурце сабли дыкать. Мать моя гряди, чуркатку не продырявил. Ты уж если приказ такой вышел еще, аккуратно спроси у меня ложку половник. Все, не перебирай, мисточка. Он же в вашем благородии схватил железо и давай. Гони со дворона гайкой. Или нет, запри ее тоже в церковь. К вам прохожий, ваше благородие. Что за человек? Имеет стремление к неотложному сообщению. Веди. Входит прохожий с сумкой. Чего тебе надо? Тубовские партизаны от вас близко. Где близко, говори, коротко, ясно. Иду я по Синявской дороге, вдой думаю, искупаюсь. А тут кусточки, кусточки. Вдруг слышал. Стой! Выходят три молодца при полном оружии. И говорят, много ли на тумошой деревне вооружения. И какое там стоит войско? Я им говорю, войско стоит небольшое. Я им говорю, я им говорю, войско стоит небольшое. Человек двадцать пулемета нет. А зачем сказал мало, почему не соврал триста, четыреста? Ваше благородие, на четыреста человек дубову не подняться. А так, проведавши про малую вашу силу, как хищные звери, Наскочат они к рассвету. Утрои всех и положите. Так ты хочешь, чтоб мы устроили им засаду? Хитер, ты, я вижу, сирота, да не знаю, как тебе верить. Ваше благородие, а вы возьмите в залог мою душу и тело. Душа твоя мне не нужна, а уж с телом, в случае чего, мы разберемся. Запереть его в церковь. Прячут здесь где-то оружие для дубова. Крепко запрятай. Картина вторая. Угол возле двери внутри церкви. Решетчатое окно. На стене намалеваны бесы, которые волокут в пекло упирающегося грешника. Перед стеной лампада и аналой. Мужик спит. Бабка зажигает свечные агарки. Прохожий нетерпеливо ходит взад и вперед. Уже светает, а солдаты коней запрягают. Прохожий достает из сумки пулемет и ленты. Господи, что это такое? Сошествие пресвятого пулемета с небес на землю. Терпи, баба, счастлива будет. Эй, года! Ворвались партизаны. Входит командир партизанского отряда Дубов. Семен убит, ранен. Голова цела. Сердце на месте. Эй, там, на силке! А это что же за человек? Проводят связанного офицера с кляпом во рту. Дороженька очень крутая, свет месяца голубой. Отставить! Отставить! Не надо! Чего разорались? Пусть поют. От хорошей песни Клепче жить хочется. Дороженька очень крутая, свет месяца голубой. Прощай, сторона родная, мы в новой дороге с собой. Прощай, сторона родная, мы в новой дороге с собой. На брово грохотали и деды забывал, Когда мы занимали Грачевский перебал. Дороженька очень крутая, свет месяца голубой. Прощай, сторона родная, мы в новой дороге с собой. Прощай, сторона родная, мы в новой дороге с собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok